Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, мой канал Дель Ермолаев. У меня в гостях Андрей Васильевич Ермолаев, известный украинский эксперт, в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Украины. Здравствуйте, Андрей Васильевич! Здравствуйте, Михаил! Приветствую всех! Ну что ж, Андрей Васильевич, давайте с вами пройдемся по актуальным темам. Что на этой неделе, прошедшей, для вас было, скажем, показательно, на чём вы остановили свой взгляд? На чём он остановил взгляд? Ну, во-первых, на каком-то излишнем западном церемониализме во время нормандских мероприятий, связанных с годочиной высадки. Нет, несомненно, событие памятное, знаковое, традиционно отмечается. Но всё же мне бросилась в глаза некоторая такая подчёркнутая пафосность, которая как бы должна демонстрировать какую-то новую консолидацию, что ли, Запада, что не очевидно. Вот контраст пафоса с реальной сложностью международных отношений мне бросилась в глаза. Второй, несомненно, мне бросилась в глаза в качестве контроверсии. То, что участие на Питерском форуме Путина было организовано при модерации Караганова. Который хрюкнул? На дело не в хрюкании. Но вот долгое время, да, вот таким любимым модератором Путина был мягкий москвич, да, борода кофе, Фёдор Лукьянов. Вот, мне кажется, даже Путину нравилось вот такой спарринг, потому что на фоне явного интеллигентствующего Лукьянова, значит, такой маскулинный стареющий лидер чувствовал себя неплохо. И вдруг вот такой вот контраст, значит, где самое интересное было, да, вот если говорить о... Не, сидя в содержании разговора, затронем, не затронем, видно было. А скорее вот там, где произошел прокол, там, где Путин не выдержал и решил все-таки поддернуть Караганова и сказал его воинствующим или как-то большим империалистам, да. И вот тут-то Караганова не выдержал и отпарировал. Мог бы, конечно, видимо, сожидать, потому что он сказал, я не больший империалист, чем вы. Очень интересный психологический момент. Ну, все остальное, несомненно политический спектакль, но знаковый. Я вот на этот, как на спектакль смотрю. Вот. Ну, а третье, что... Это вряд ли надо называть событием медийным, но для меня это важно в плане информационно-аналитического события. Это подтверждение со стороны Китая того, что ведется работа, собирается круг стран, поддерживающих вот их мирные инициативы. Это очень, на мой взгляд, яркая информация, о чем она говорит. О том, что от разговоров и заявлений, да, вот это прозвучало от Ван И, что для Китая это уже какие-то орг-мероприятия. И это для меня было важно. Андрей Васильевич, вот теперь, как всегда, вот двух минут на мой спич, после которого я замолкаю и вот дам вам слово, чтобы вы парировали. Вот на этой неделе, на мой взгляд, вот примечательно к тому, о чем вы говорили уже, была статья в «Таймс», которая вышла. Я ее прочел в оригинале на английском языке. Я думаю, вы тоже знакомились, и ее можно найти. Подчеркиваю, в «Таймс», потому что у нас многие, скажем, в оригинале не привыкли читать, они надочуют из брэш. Они начали говорить о «Тайм». Но тут есть принципиальное отличие «Тайм» от американских журнала, «Таймс» — это английская газета. Так вот, в «Таймс» вышла статья, которая, ну, скажем, посвящена взаимоотношениям между Андреем Борисовичем и Ермаком, очень уважаемым украинским управленцем, главным со-президентом и Владимиром Александровичем Зеленским. И суть этой статьи была как бы посеять конфликт между Владимиром Александровичем и Андреем Борисовичем, показав роль Андрея Борисовича в администрации президента чуть ли не ключевую. Ну, честно сказать, я как раз в этой ситуации как бы на стороне Андрея Борисовича и Ермака, потому что я считаю, что если человек, руководитель администрации, может наладить эффективную работу администрации, это хорошо, это, собственно, задача руководителя администрации. У меня больше вопрос к нашим английским партнерам. Почему эта статья появилась в преддверии швейцарского саммита мира Владимира Александровича? Потому что формально вопрос о легитимности ставит только диктатор Владимир Путин, о легитимности украинской власти. Весь остальной мир признаёт Владимира Александровича Зеленского президентом Украины, украинский народ признаёт Владимира Александровича Зеленского президентом Украины в условиях российской агрессии, когда невозможно провести выборы. И тут, на те, получается, что западное очень-очень серьёзное издание «Таймс» публикует статью, которая ставит под сомнение легитимность президента Украины. То есть так или иначе. Но ставит как? С точки зрения, собственно, вопроса, у кого главный объём полномочий. И мне показалось, что эта статья не случайно появилась. Эта статья, на мой взгляд, некая двойная игра наших партнёров, которая очевидна против того, чтобы, скажем, Владимир Александрович Зеленский проводил свою линию по выходу к границам 91-го года, то есть международным признанным границам Украины. И явно это попытка давления на него с тем, чтобы он согласился на перемирие или мир с государственным агрессором России. А вы как считаете, можно ли рассматривать эту статью как определённое давление на неуступчивого Владимира Зеленского? Нет, я бы ясно знаю этот материал. Он действительно носит вызывающий характер. Правда. Потому что то, что сложно говорить в Украине даже, это рассматривается чуть ли не как российские и псовые и работа против власти в этой статье просто прямым текстом. Бюрократия, который захватил власть и так далее. Я, честно, не очень хочу обсуждать текст, потому что он очень знаком у нас по нашему внутреннему хохлосрачу. Там нечего пересказывать. А вот если говорить о времени и значении, да. Только, пожалуй, не в том контексте, который вы предложили. Вот Ермак против Зеленского, надо видеть на Зеленского. Нет, я не так на это посмотрел. А я обратил внимание на то, что эта статья вышла в целом как бы таком несвязанном вроде бы пакете материалов, которые вышли на протяжении недели. Причем вот я просто подсматриваю, потому что хочу верно произнести. Вот. Один из материалов вышел. Старший научный сотрудник SWP Сьюзен Стюарт подготовила доклад, который привязывает к подготовке швейцарской конференции. И самое-то интересное, что тема доклада это проблемы коррупции и неготовности Украины к евроинтеграции. Там обращается внимание на то, если кратко, да, в изложении, что сейчас идет форсированная, и вы знаете мою позицию, я всегда был за то, чтобы мы даже с какими-то уступками и переходами, но форсировали именно евроинтеграцию, потому что нам нужна поддержка, нам нужен оплот европейской дипломатии в вопросах войны мира, границ и так далее. Здесь же обращается внимание на то, что из-за бардака в государстве, коррупции и прочее, вот Украина не готова, что это значит ТЕГАР, и вот доклад, появление этого доклада тоже расценили как доклад в пику швейцарской конференции. В Украине выходит очень резонансный материал, я просмотрел только часть, но я должен отдать должное тому, что без серьезной подготовки, обеспечения, оснащения, контент-анализа, это невозможно. Это исследование Bigus.info о коррупции вокруг большой стройки. Дело, опять же, не в акцентах самого материала, потому что там много имен, в этом надо серьезно разбираться, чтобы выдавать компетентную оценку. Но я обратил внимание на обеспеченность команды Bigus самими материалами. Они работали со скринами, да, то есть видим, как-то им были предоставлены. Ну и вишенка на торте, вот это статья в «Таймс» по поводу Андрея Ермака, который позиционируется ни много ни мало как в кавычках вице-президент, отвечающий за те самые 5-6 эффективных менеджеров, ну а соответственно вообще за всю эту кухню власти, вот которая сейчас получает такие характеристики нелицеприятные. Поэтому я бы подвел это не под конфликт Зеленским, а под то, что началось, и по всей видимости это первая пока залпы, первый залп, началась информационно-политическая работа, связанная с формированием негативного имиджа в целом государства, государственной машины, государственной государственной машины в контексте войны, связанной с тем, что инвестиции Запада в оборону неэффективны, потому что неэффективно и коррумпировано государство. Поэтому дело не в Ермаках-Зеленских, не в интеграции, а в этом. Почему? Потому что эти материалы и их резонирование идёт в контексте ещё выборов. Сейчас выборы в парламент, ещё чуть-чуть и выборы в британский парламент, ещё чуть-чуть и начало американской выборной кампании. Подобные материалы, они же работают по рикошетам. То есть пошло-пошло, подхвачено, интерпретировано. И вот эта проблема, проблема того, что постепенно может формироваться представление у европейского и американского избирателя. Во всяком случае, у той части, которая интересуется Украиной. Благодаря этим и, видимо, ещё будущим материалом, а я прогнозирую, что не будет, что Украина – это не просто набор каких-то случайных воришек, за которыми уже привыкли, что идёт охота. Один, второй. А что это система, что это некая ассоциация, или там акционерное общество коррумпированное, в котором задействованы целые институты, не личности, а институты. Потому что прокуратура покрывает, на вузе закрывает, глаза течёт, полиция крышует, налоговое обеспечивает, чиновники богатеют. Но это серьёзная подача, связанная с пересмотром того, а демократична ли Украина, которую обороняет западный мир, туда ли идут инвестиции. Вот я так серьёзно отнёсся к пакету материалов. И в этом смысле вы заметите, что как раз материал по Эрмаку у меня стоит периферийно. Ну, то есть, вот не он меня раззадорил, а именно вот эта системность и серия. Андрей Васильевич, я вам скажу, что лично меня удивляет то, что, ну, понятно, что в украинском информационном пространстве не особо обратили внимание на эту статью в том числе и потому, чтобы не разгонять к ней интерес. Ну, мы понимаем, по какой причине. Собственно, здесь невеликий секрет. Все прекрасно понимают, что военное время и лишний раз не разгоняют к ней интерес. Но с другой той стороны, я удивился, вам скажу вот почему. Потому что очень много грамотных в Украине экспертов, которые в принципе в состоянии вот просто так от душе, ну, парировать, скажем, парировать тезисы, которые изложены в этой статье. А от того, что все молчат, ну, то есть, многие молчат. Это как бы, ну, не желая что-то лишнее ляпнуть, да, назовем вещи своими именами. Это говорит опять же о невозможности и выхолощивании в принципе какой-то, ну, экспертной позиции. Потому что, ну, по моему-то мнению, да, по моему мнению, я это говорю абсолютно искренне, иначе бы я вообще эту тему не поднимал. Вот Андрей Брещер-Мак, он действительно очень эффективный менеджер. Потому что не каждый руководитель администрации в состоянии построить эффективно работающую машину. Вот когда вот ты приходишь, а тебе нужно построить под президента эффективно работающую модель управления, да, вот опять же, применительно, да, вот конкретно отдельно взятой стране с ее плюсами, преимуществами, недостатками и так далее. Так вот, Андрей Брещер-Мак построил эффективную модель управления офисом. Потому что мы помним, я помню хорошо, Рыбачука, руководителя администрации при Ющенко, я помню Веру Ульянченко, я помню там Александра Зинченко, я много кого помню, даже Виктора Блогу помню. Но если брать абсолютно всех, то с точки зрения эффективности, скажем, работы администрации президента, ну, на моей памяти за последние 20 лет, я бы сказал, что эффективная администрация президента работала при Левочкине, как ни странно, так, и при, ну, я думаю, вам виднее, потому что вы тогда вот как бы находились не так далеко, и при Андре Брещере-Ермаке, ну, по большому это счет. При Ульянченко, ну, как бы как-то так. При Ложкине, при Порошенко, Ложкин быстро ушел. Честно сказать, я не помню, чем отметился Антон Вайна, ой, не Антон Вайна, это в России, забыл, кто возглавляет, возглавлял при Порошенко администрацию. Но, наверное, оттого и забыл, что, собственно, как бы он ничем не, ну, отметился. То есть, короче говоря, вот Левочкин, вот Андрей Брещере-Ермак, ну, и с натяжкой, наверное, Вера Ульянченко, а, ну, и Виктор Блога, наверное. Ну, в общем-то, и все. То есть я к чему говорю, что от руководителя офиса президента либо администрации все-таки, ну, очень многое зависит. И здесь этого стесняться не нужно, наоборот. Это признак профессионализма, когда руководитель администрации, офиса президента, в данном случае Андрей Брещере-Ермак, эффективно поставил работу. Вот и все. Ну, я даже не знаю, чего вам отвечать. Ну, я не совсем согласен. Насчет эффективности, ну, смотря, что рассматривать в качестве критерия эффективности. Потому что, вот как мне кажется, что как раз как глава офиса Ермак неэффективен. Но нужно учитывать, что Ермак же еще, он же член Ставки, он же член Совета на самобезопасности и обороны. Он же... Политический советник, политический советник президента. Да. То есть я думаю, что в разных ипостасях у него КПД и эффективность разные, если мы серьезно говорим в эффективности. Потому что, ну, жить я не буду. Потому что у меня другая точка зрения вообще о функционировании АП и офиса президента. Когда-то была администрация. Я бы назвал немножко другой ряд. Согласен с Левочкиным. Да, это была хорошая машина. Она ехала. И, кстати, была, как это ни парадоксально, достаточно демократично. Если вспомнить, какое количество людей вовлекались и в публичную работу, и привлечение на постпресс-екретаре Дарья Чапак. И, ну, много интересных ходов было. Интересен был глава администрации покойный Кушнарёв, Евгений. У Алинида Кучма часто вспоминают этот небольшой период, когда был главой администрации. Он тогда создал совет политической партии при главе государства. И эта машина ехала. То есть она давала результат. Ну, много таких занятых инноваций. По Балоге согласен. Хотя в Балоге сложность в чем была. Он работал с президентом, который периодически забывал, что он президент. Ну, возможно, болезни. Возможно, еще какие-то причины. Ну, да. То есть он тертяном. А во-вторых, есть нюансы, связанные со спецификой личности Балоги. Но, тем не менее, да. Поэтому Ермак, как глава офиса, мне кажется, создает проблемы, которые пока еще Зеленский не ощущает. Они вылезут. Эти проблемы. Это молчащий офис. Это слабая группа помощников. У президента нет помощников по существу. Советников. У него есть какие-то на общественных засадах, еще чего-то. А вот что касается эффективности его как вообще менеджера президента, да, я отдаю должное. Его активность. То есть он постоянно при теле, как говорится. Он хороший, видимо, порученец. Потому что он берет на себя функции, которые, пожалуй, вправе брать на себя только министр иностранных дел. Ну, последняя встреча с Папа Римским. Серьезный уровень, чтобы вот так вот приняли чиновника. Поэтому в этом отношении, наверное, он для Зеленского эффективен. По поводу офиса я бы не спешил. Потому что, ну, вот как раз проблемы с офисом – это проблемы Зеленского как политика. И он часто поэтому выгребает в медиа. Знаете, Андрей Васильевич, я вам скажу так, что я, может быть, ошибаюсь, но вот если мы… Это, кстати, тоже интересно на самом деле дискуссии. Вот как отдельный пример дискуссии, да. Ведь у нас, опять же, это есть в английском выражение left over. То есть то, что осталось от Ющенко. Ющенко, значит, Литвина, Кучмы. Вот это вот непонятная ситуация, когда мы по факту перешли… Михаил, они же и разные президенты. Да, да, я сейчас договорю, что… Разные главы, разные… Я сейчас договорю, что… Вот мы перешли формально к парламентско-президентской республике в Украине, но в реальности все равно в понимании всех, абсолютно в понимании всех, вот, скажем, вся ответственность у президента, вот в понимании обычного человека, при том, что мы не патерналистское государство Украины, да, ну, то есть политически вроде как, все равно, так или иначе, у нас все связывается с вот лидером, с президентом, и поэтому Ющенко, многие, скажем так, к нему стали относиться скепсисом, потому что, вы сами сказали, было ощущение, что президента нет, потому что Ющенко, ну, он постоянно, скажем так, ударялся в те ниши, которые, на мой взгляд, были второсипеды. Ну, в учении главы президента, главой наблюдательного совета. Да, да, главой наблюдательного совета, Национальный Банк, ну, вот к чему я-то говорю, что вот как раз фигура руководителя офиса президента, руководителя администрации президента, а напомню, в Конституции, если я не ошибаюсь, там буквально одна строчка, но не кресло красит человека, а человек красит кресло, и в зависимости от того, какая личность приходит, так работает администрация, и так работает офис. Вот мы это с вами только что выяснили. Так вот, я что хочу сказать, что в условиях, когда у нас вот очень странная модель управления, то президенту, формально парламентско-президентская, по факту, есть запрос на президентскую, как бы, вот, ну, вертикаль, как раз глава администрации, глава офиса президента, он конструирует некие президентские полномочия, так, и за счет там авторитета, за счет, скажем, таких полисоциальных связей и так далее, бюрократических, он дает дополнительные полномочия президентской власти. Я бы это рассматривал так, если мы говорим именно с точки зрения механики власти. Ну, я не очень понял, о чем вы сказали. Я, если честно, не настроен говорить по поводу этой темы, потому что, ну, у меня вообще другое представление о том, что создано и как там с этого выгребать. Является ли сам Ермак творцом этой системы, или он тоже исполнитель, мне неведомо. Но то, что производится сейчас как политическая система, я ее называю корпоративно-феодальной или корпоративно-сословной, с выстраиванием нелегитимной, по сути, административной вертикали, с ВЦА и ТЦК и прочими делами. И мы еще очень большую цену социальную за это заплатим. Назвать это эффективным, ну, так слушайте, ну, посмотрите на настроение людей. Куда дальше? Ну, разве это эффективно? Когда люди на третий год войны так меняют свои настроения, поведение. Мне кажется, наоборот, что задача политической власти была с первого года войны, вот особенно на фоне этого подъема, действительно найти те механизмы и подходы, которые бы максимально объединили людей, строили бы политику на основе самодеятельности, самоорганизации, максимизации поддержки снизу. А вот за два года все это растерять, ну, если вы это считаете искусством, я это считаю бездавностью. Вы знаете, один из, скажем так, кумиров управляющих бизнесов, который постоянно вспоминают, Дэн Кеннеди со своей книжкой «Искусство менеджмента» или «Эффективного менеджмента», он как раз исходит из того, что, ну, скажем, самый классный менеджмент – это удар колоком по столу. И нужно не любить своих, условно говоря, подчиненных, нужно заставлять их работать. Поэтому я вам скажу так, что… Я не согласен. Да, опять же, это альтернатива. А просто вам скажу так, что… Можно, конечно, двигаться по фардистскому пути и превратить страну в конвейер. Так можно жить. Мы так же жили, кстати, в Советском Союзе. Если вам это нравится, пожалуйста. Ну, подождите, я имею в виду пример. Хорошо, есть пример Азербайджана. Есть пример Азербайджана с сильной президентской властью и очень эффективной. Другое дело, другое дело. Ну, послушайте, Миша, ну, Украина точно не Азербайджан. Мы постоянно проходимся. Я понимаю. Подождите, ну, у нас… Давайте так, что мы кладем за критерий эффективности? Если для нас критерий эффективности, то, что называют наши некоторые эксперты, синергия, стратегирование и прочее, 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 это одно. Нет, вы эффективности – это тематические показатели. Вот у Кучмы, когда он только пришел в 1994 году к власти, для того, чтобы держать руку на пульсе, важный, напомню всем эти времена, важный момент. Конституция была тогда еще у СССР, еще перелатанная после обретения независимости. Президент не имел полномочий. Тогда вот на ходу создавались, для того как-то создать управляемость, да. В наследие от Карачука досталось представники президента, поэтому с сентября был запущен проект Совет регионов при президенте. Туда влечены были главы облсоветов и представники. Это только с 1995 года начали появляться, значит, главы администрации. Вот в этих условиях, для того, чтобы хоть как-то держать руку на пульсе, как это работает, на тогдашний СОМИН тоже не было рычагов, была создана контрольная служба президента. Я не буду оценивать ее эффективность в разные, вот ее эффективность, но ее задача была оценивать эффективность реализации указов и других решений президента. Причем буквально. доведено или начало исполняться, или в какой-то степени в процентах, или в каких-то показателях мероприятий. Потому что, ну я скажу условно, но если решение президента исполняется менее чем на 50%, то это уже проблема его легитимности. То есть я сейчас не о законности, а о том, что президентура перестает работать, ее не слушает, ее игнорирует. Вот в чем дело. Поэтому вопрос эффективности офиса – это эффективность реализации решений президента. И это нужно анализировать, исходя из инициативы, программ, о которых говорил президент. Большие стройки, большие посадки деревьев, большие фортификации. Вот давайте так оценивать, как реализованы решения президента и обеспечена реализация. Мы скажем, эффективно это или неэффективно. Андрей Васильевич, вот чуть-чуть о Соединенных Штатах Америки. Вот ко мне часто приходит гость, вот господин Фархад Мамедов, очень интересный гость, эксперт, в вашем каком-то смысле коллега. Он в прошлом директор института стратегических исследований только при президенте Азербайджана. Так вот, господин Мамедов, он опубликовал пост у себя в телеграм-канале следующего характера. Все-таки Азербайджан и Армения были честнее друг с другом. Воевали везде и всюду, на всех уровнях и платформах. А тут, с одной стороны, воюют, а с другой торгуют и жалуются, что Россия не ослабевает. К чему, собственно, выдержки из поставок же Фархада. Дело в том, что торговля России и Соединенных Штатов Америки в апреле выросла до 332 миллионов долларов на 20% в годовом выражении. И эти данные приводят американская таможня. Российский экспорт в апреле увеличился до 298 миллионов долларов на 37%. Главным образом по импорте Соединенных Штатов из России остается удобрение. Их поставки выросли в полтора раза до 164 миллионов долларов. Далее идет платье на поставки по сравнению с прошлым годом выросли в 32 раза до 94 миллионов долларов. Ну и так далее, и так далее. Действительно, я задаюсь вопросом. С одной стороны, у нас есть Путин убийца. Вот как это сказал глубоко уважаемый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, что Путин is a killer, то есть Путин убийца. Путин диктатор. У нас есть государство-агресса Россия, которое начало с Украины и планирует, скажем, агрессию против всего мира. Но параллельно с этим с Россией торгуют. Что-то я не помню, когда, скажем, западные страны не до 1939 года, а после 1939 года, подчеркиваю, так, торговали с нацистской Германией. А вот с Россией торгуют. Почему так? Это что за двойная мораль? Кстати, об этом говорил Владимир Александрович Зеленский, когда он говорил, скажем, о том, что Запад идет определенную двойную игру. И это, кстати, касается того, что в Америке на Европа. Какие-то постановки, кстати, цитата Зеленского, какие-то, извините, немножко такие экзальтированно-молодецкие, так сказать, по-другому. А что, война объявлена? Ну, подождите, я... Вы морализируете сейчас, что война объявлена? Кем-то, кому-то? Минутку. Состояние войны нет. Подождите, я слышал... Подождите, Владимир Александрович постоянно говорит о том, что есть ось добра, а есть ось зла. Украина входит в ось добра, которая воюет против оси зла. А, значит... Это проповеди. Я сейчас говорю о... Я понимаю. Не, не, не. Я о другом говорю, что если это не так, если, ну, как бы мир более сложный, то есть то, о чем вы говорите, почему мы тогда об этом не слышим? А что... Я не очень... Что вы хотите спросить? Есть международная правовая ситуация, которой война не объявлена. В праве международном это вооруженный конфликт, который имеет разную коннотацию в разных правовых системах. Россия считает, как и Франция в Африке, например, что она проводит специальную военную операцию. Это и позволяет, а, не задействовать полностью военную дектрину со всеми проистекающими. Это и позволяет по-своему трактовать разные торговые отношения. В том числе и с теми странами, которые на моральных, опять же, основах обвиняются в способствовании Украине, ну, как говорит российская пропаганда. Но это всего лишь дипломатическая перепалка, а правовая реальность другая. Ни с одной страной Россия не воюет и с ней не воюет. Санкции связаны с несогласием каких-то политик. Ну, так таких санкций в мире вагон и маленькая тележка. Но я вам скажу больше. Если вы помните все скандалы в Украине вокруг торговли с Россией в диапазоне от угля до каких-то загадочных стали для оборонного комплекса, которые там оправдывали, что это критический импорт, то эти скандалы нас сопровождали весь период гибридной войны на Донбассе. Казалось бы, да, Украина должна быть лидером в разрыве экономических отношений с врагом. Так торговали до последнего, даже рост товарооборота. Поэтому нам сейчас упрекать Запад в том, что он не имея состояния войны, даже сделав заявление, что не собирается воевать, что у них есть торговля, судя по всему, в сфере критического импорта, ну, не совсем корректно. Они не обязаны в этой ситуации пересматривать свои торговые отношения, особенно в части, которая им критически нужна. Потому что никто никому войну не объявил. Даже Украина, Россия войну не объявила. Андрей Васильевич, у меня вот такой будет вопрос. Мы видим сейчас поведение Венгрии, которая демонстрирует свою эфир по каждому поводу. И мы видим, как Венгрия демонстративно. Представители Венгрии приезжают из Ярта в Азербайджан, ведут диалог с азербайджанской стороной. Вот на уровне, скажем так, энергетической политики ведут переговоры с Венгрией, с Москвой. И Венгрия, она всячески пытается занять позицию, при которой она как бы получает выгоду от пребывания в Европейском Союзе, и одновременно получает выгоду от, скажем, взаимоотношений с Россией и рядом других стран, потому что в Венгрии есть золотая акция витирования, скажем, либо представительства интересов на уровне Европейского Союза. То есть это очень такой серьезный статус. У меня там такой вопрос. Это же все про маркетинг. Вот почему в свое время, до начала российской агрессии, до аннексии Крыма, до полномыштана вторжения российских оккупантов и диктатора Кровавого Владимира Путина, мы не проводили в 2000-х следующую линию, что вот мы идем в Европейский Союз, так, но мы идем в Европейский Союз почему? Мы идем в Европейский Союз, потому что находясь в Европейском Союзе, так, вот мы будем решать проблему постсоветского пространства, назовем это так. То есть мы будем этаким коммуникатором внутри Европейского Союза. То есть мы абсолютно предсказуемы. Мы туда идем, так мы будем вот там, находясь внутри, влиять, да, вот ради постсоветского пространства на процесс, который внутри Европейского Союза. То есть почему мы так не подавали наше желание вступить в Европейский Союз и евроинтегрироваться? Это же все вопрос пиара, вопрос позиционирования и маркетинга. То есть вроде бы то же самое, но по факту, да. То есть мы бы это презентовали не как разрыв с постсоветским пространством, так, которое очень тяжело воспринималось и прочее, прочее. А вот как то, что мы будем, скажем так, представителями постсоветского пространства внутри Европейского Союза и там будем вершить, так сказать, дела. Вот как делает сейчас Венгрия, да. Она же это продает, по сути, Венгрия. И это Венгрию бьется. Ну, просто непростой. То, что вы описываете, я называю концепцией евроазиатского плеча Евросоюза в Европе. Я эти вопросы продвигаю уже лет 10 и безуспешно. Ну, то есть продвигая не в смысле, что я говорю об этом. Вот это было вопрощено в текстах, предложениях и даже концептуальной рамке некоторых документов, которые потом критиковались. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Что касается того, почему. Посмотрите. Это, возможно, самая скучная часть нашей работы разговора, но начиная с 1997 года, то есть года, когда был подписан договор Украины и России о дружбе и сотрудничестве, в котором возникла рамка стратегическая партнерства. Я просто напомню зрителям, что почти 20 лет назад это была другая реальность политическая, правая, психологическая. До этого был, вы помните, был сербор, развал рублевого пространства, торги, инициатива создания экономического союза СНГ, который был расцветит в ООН, и много чего еще. И вот 1997 год. Так как это был рамочный договор, почти каждая статья или с оговорками, она завершалась тем, что это урегулируется отдельным соглашением или документом. То есть, грубо говоря, этот договор потом еще на протяжении несколько лет обрастал огромным количеством разнообразных отраслевых, кластерных, специализированных договоров, власти культуры, экономики, энергетики и так далее. Так вот, за это время было создано, я ее называю своим языком, своеобразное коллективное совместное предприятие украинского и российского бизнеса, которое абсолютно легально, пользовав соположениями и возможностями вот этой формулы статистического партнерства и действительно положениями тех соглашений, которые потом подписывались в рамках этого. И отразилось это в формировании своеобразной такой интегрированной элиты, которая была друг с другом на ты, в диапазоне от полутрофейного военного бизнеса, а вы знаете, да, какой оборот был, оружие через украинские партии с участием московской, украинской мафии военных и так далее. В каких объемах? Мы потом это узнали по состоянию складов, до газового рынка и прочих рынков. Это не просто был период вот такого выгодного пользы, это был период формирования некой такой общей интернационализированной элиты, очень богатой, очень влиятельной, вхожей в кабинеты и в Кремле и в Киеве. И вот эта часть элиты вполне серьезно рассчитывала на то, что подобного рода программы потом стало программами и формирование общего уже пространства в СНГ. Кстати, единое экономическое пространство, когда оно рождалось, оно мыслилось как формирование возможностей транснациональных групп с корнями в разных странах, где, естественно, российская, украинская, в кавычках, олигархия рассчитывала в большую роль. Многие известные имена, которые сейчас великие патриоты, в это время занимались созданием сложных схем размещения производства, фабрик, формирования транснациональных компаний, СНГовского масштаба. В этом отношении европейцев никто никуда не собирался пускать. По состоянию где-то на середину 2000-х годов все выглядело очень кругло и симпатично. Очень кругло и симпатично. Причины, по которым вот это СП начало разваливаться, это тема, извините, отдельного разговора. Не последнюю, кстати, роль в этом сыграл господин Путин, который, ну, очень серьезно, то есть он начал перестраивать в своих интересах ФСБшно, так сказать, корпоративно. Но распад вот этого постсоветского интернационального клуба олигархи и элиты Украины и России, по сути, и стал началом того расхождения, который сейчас вылез уже в конфликт, который я называю войной за постсоветское наследие. Это если кратко. Как это кратко к Европе? Для того, чтобы здесь формировалась группа, мы же говорим не о том, что говорить, мы говорим о том, что у каждой идеи должен быть носитель, иначе это пусто. Любая идея стреляет тогда, когда у нее есть социальный носитель. В данном случае геоэкономические игроки, которые говорят европейцам, ребята, мы ваши компании, ваши инвестиции, ваши товары приведем на евразиатский рынок. Сейчас просто таких элит в Украине просто нет. Андрей Алексеевич, понимаете, меня что здесь в данном случае удивляет? Мы с вами пишем эфир, я вам огромное благодарность, что вы приходите, и очевидно, что вы приходите, потому что вам интересно, вам все равно, например, чем я занимаюсь за пределами эфира, но вам интересно со мной создавать какой-то продукт. Я почему это говорю? Вот если Владимир Путин, он может быть диктатором, он может коллекционировать марки, он может коллекционировать бабочек, он может быть автократом, он может быть, я не знаю, психопатом. Ну это его личное дело. Но если мы знаем, что есть Россия, до 2014 года была некая ситуация. Сейчас Россия агрессор, оккупант, аннексировала Крым, аннексировала другие украинские территории. То есть Россия – это враг. До 2014 года мы говорим. То есть по идее можно было выстроить некую модельность отношений, как выстроил президента Лиев с Владимиром Путиным. А мы от этого не уйдем, вы понимаете? То есть мы от этого не уйдем. То есть можно сколько угодно говорить на уровне пропаганды. То есть мы можем, значит, из такого слова «инавито» было в английском языке. То есть неизбежно была полномасштабная российская агрессия. Вот мы от этого уйдем. Можно я уже начну отвечать? Знаете, в чем беда? Сама по себе война – это огромная травма для людей. Те, кто пережил потери, был на фронте или потерял близких, родных. Вот по нашим кладбищам сейчас российские танки катаются на моей малой родине. Костогоров, Камаренко. Возникают личные отношения. Я его понимаю. Эмоциональные личные отношения. Неприятие, непрощение и так далее. Но это психология. Эмоции, психологии, пережитое и травма души. Травма души. Есть прагматичная сторона, что да, жизнь будет и после войны. И в конце концов на наших глазах есть яркий пример. Вторая мировая Франция и Германия. То есть примеров много, которые могут нам объяснять и другую реальность. Но я к чему иду. Элиты, которые сейчас господствуют в Украине и которые сейчас у власти в Кремле, они прошли свой путь взаимоуничижения. Я предполагаю, что есть много теневых сторон, в том числе буквально в финансах, бизнесе и так далее, которые делают крайне сложным их диалог. Вот я допускаю, что некоторые персонали видят друг друга не могут. И проблема состоит в том, что в этом составе элит, правящий, очень сложно сложить кубик в то, с кем вообще в состоянии говорить, чтобы не материться, не показать дуль. Мы заложники вот этой ситуации. Второй важный момент. Что касается выстраивания возможных поствоенных отношений. Дело в том, что нам придется в любом случае учитывать, что... Ну, я часто говорю о том, что в войне, независимо от того, что декларируют публично, есть несколько уровней. Есть большой уровень, на этом большом глобальном уровне войны. Россия воюет со всем Западом, и у нее есть своя доктрина. Доктрина распада Запада. Мы ее часто слышим. Вот они вот-вот и вот-вот рассыпятся. Частью этой доктрины стала уже убежденность в том, что самым слабым звеном Запада сейчас, может быть, именно Европа. А точнее, Евросоюз. Евросоюз. Это тоже озвучено. И в этом отношении многое ошибочно, не ошибочно, не суть. Но оно вкладывается в текущее событие. Задача, например, российско-украинской войны дотянуть до кризиса Европы. И в этом отношении для того, чтобы вот этот весь этот кубик перевернуть, для того, чтобы вернуться к теме того, что Украина может вернуться к мирной жизни, уже более прагматично, спокойно, знаете, с холодным разумом выстраивать отношения хотя бы по границе с Россией и ее союзниками, нам необходима и какая-то новая европейская ситуация. Новая европейская ситуация. А здесь то, о чем не очень любят говорить сейчас в Украине, потому что, мне кажется, у нас несколько подрастерянные отношения к происходящему сейчас в европейской политике. Сейчас выборы. Так уже есть результаты. Макрон, пока мы с вами говорим, объявил досрочные выборы у себя в парламенте, потому что проиграла его партия ЛИБЭМ на выборах в европейский парламент. И так же проиграли в Австрии, Германии. То есть мы сейчас увидим культуру. Я знаю, что вы не любите больших спичей, но я скажу это очень кратко. Так вот, выборы в европарламент, как и будущие выборы в Соединенные Штаты, они украинской умовы не парасичны. Потому что за многие годы, не берусь сравнивать, но за многие годы эти выборы не просто отдельных программ, отдельных коалиций и сил за какие-то решения отдельных вопросов они конкурируют. Идет конкуренция за курсы. В Америке курс развития Соединенных Штатов, концепт. И в Евросоюзе разные силы, по сути, борются впервые по принципиальным вопросам. Каким быть Евросоюзом? Каким быть Евросоюзом? И не исключено, что победит версия мягкого Евросоюза. Или я его называю версией ассоциаций. То есть, вместо сильной автономии федерального типа к ассоциации сильных национальных правительств. На самом деле, Европа никуда не исчезнет. И Евросоюз в этом отношении не развалится. Он просто приобретет дух и характер. Проблема будет в том, что он будет менее субъектен, менее силен. И для Украины это проблема. Андрей Васильевич, завершение у вас. Следующее. Вот я, опять же, очень часто записываю интервью с еще одним экспертом, олигаром Элизде. Это тоже известный азербайджанский эксперт. Многие его знают. Его специалист в области южно-кавказской политики. И он мне сказал такую вот фразу, я не думаю, что олигар на меня обидится, вот после нашего эфира, который я как бы адресую в данном случае вам. Он сказал следующее, что мы, Азербайджан, вот Украину потеряли. В каком смысле? Что раньше, когда была Украина до российской агрессии и аннексии Крыма и так далее, вот Украина была внутрессом СНГовских дел, очень часто все государства, если они не были согласны с политикой России, они могли апеллировать к Украине. Потому что Украина играла очень большую роль вот на том, условно говоря, фланге. То есть это был очень важный субъект, которому апеллировали к решению Украины. Но вот если Украина против, ну и мы тогда против. То есть вот как-то не хотели сами говорить, мы против. Они ссылались на Украину как на крупное, серьезное государство. Вот у меня, скажем, такой вот к вам будет вопрос. Не кажется ли вам, что, опять же, история, не знаю, слагает над наклонением, но это уже предмет, скажем так, какого-то научного анализа. Повторюсь, понятно, Россия агрессора, аннексировал Крым, другие украинские территории, Россия враг, Путин тиран, диктаторы и кровопийцы. Это мы понимаем. Если мы говорим до 2014 года, то есть, условно говоря, как мы пришли к какой-то точке, когда что-то случилось. Могло ли быть по-другому? Могла ли Украина сыграть какую-то вот такую сложную игру, при которой, знаете, вот я сегодня посмотрел, вышла статистика мировая, в Узбекистане вот прирост населения просто фантастический. Значит, коэффициент 3. Это говорит о том, что в скором времени Узбекистан прирастет еще несколькими миллионами людей. Значит, Украина могла вполне прирасти еще 10 миллионами и быть уже 60-ти миллионами страной. Могло ли быть по-другому, как вы считаете, вот все? То есть, Украина как сильный игрок, Украина как сильный игрок внутри Европейского Союза, при этом, при этом, это бы укрепило позиции Украины в взаимоотношении с постсоветским пространством. Знаете, Миша, если бы меня спасили лет 15, может, 20 назад, я бы с пеной у рта говорил, что так и будет. Потому что в рамках постсоветских образований, там, СНГ и прочих, Украина как самая большая после России, экономически потенциально мощное, индустриальное государство, которое на фоне вот того, как трансформировалась Россия, сохраняла надежду какого-то спокойного, неконфликтного, демократического транзита, да еще с такими европейским, это была реальная, живая альтернатива того, как можно безболезненно трансформироваться после распада советской системы и быть успешным. И, конечно же, это был авторитет. Многие президенты, ну, в случае первых трое, так точно, приходя на пост президента, пользовались вот этими благами ожиданий. Но сейчас, я вам скажу, не могло. И знаете почему? Вовсе не потому, что этих предпосылок не было. Все это было, кроме одного. Примитивная, малообразованная, психология Крукуля элита, которая разбазарила живой, богатый национальный пианизм. И, к сожалению, я не вижу альтернативы. Вот проходят годы, ведь пришло поколение, ну, которое и правда всех впечатлило драйвом. Проходит несколько лет, война, и, ей-богу, как стыдно за страну. Я понимаю, что мне, например, уже давно за... Мне уже не 25, не 30, не 40, и даже уже не 50, уже старше. И я понимаю, что я уже мало что успею. И мне дьявольски обидно, что столько лет ушло на, не знаю, просвещение, изучение, подготовку, лоббирование решений. Даже что-то удавалось, а сейчас я смотрю, как все это в прах. Поэтому не могу. Наверное, в этом есть какая-то трагичная антологическая закономерность бездарной элиты богатой страны. Андрей Васильевич, я вам благодарен за это трюк. Как всегда интересно. Андрей Васильевич Ярмалаев, известный украинский политолог, в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Украины. До новых встреч, Андрей Васильевич. Спасибо. Спасибо.